Традиционно в конце осени после уборки нашей основной зерновой культуры риса Славянский район отмечает День урожая. Но итоги урожайности будущего года закладываются сразу после уборки. Об основе рисоводства, воде и людях, которые знают о ее передвижении по району, все в нашем следующем материале. Начало ноября. Поля и чеки Славянского района отдыхают и набираются сил для будущего сельхозгода. Земля засыпает, а тем временем люди, которые помогают ей родить, богатый урожай, заняты нескончаемой работой. Растительная система Славянского района сейчас практически пуста, но у миллиараторов работы хватает. Петровско-Анастасиевская растительная система по ООС является второй в крае по своим размерам. Протяженность канала в 2000 километров. Если их развернуть в линию, то они покроют расстояние от Славянска до Москвы. Обслуживают ее 15 насосных станций, которые подают воду для ирригационных земель 16 предприятий. В этом году пассивная площадь в нашем филиале 24 тысячи гектаров. Значит, общий объем поданной и отведенной воды составляет около миллиарда. То бишь вопросов по воде в этом году не возникало. В принципе, хозяйства остались, я считаю, довольными. Важности растительных систем для нашей плавневой зоны переоценить невозможно. Ведь помимо полива сельхозземель, они занимаются отведением поводковых вод из населенных пунктов. Основная часть насосных в ПАОСе построена в 80-х годах прошлого века. Отдельные строения обеспечивают подачу воды еще с 1959 года. Исправность их работы возможна благодаря грамотному ремонту и наладке оборудования. В нынешнем году одной из насосных ПАОСа ждет серьезная реконструкция. Для ее обновления с федерального бюджета выделено более 50 миллионов рублей. Ремонт сама распит на два этапа. Часть будет сделана в 2016 году, и вторая сама часть ремонта будет сделана в 2017 году. То бишь, по ливному сезону 2016 года станция будет готова. Петровско-Анастасиевский филиал «Кубань-миллион-отхоза» – крупное предприятие. Постоянно в нем работает 180 человек. Сезонно на весенний-летний период штат увеличивается до 225 человек. Многие из них удали милиорации не один десяток лет. Главное государственный заказ, они планомерно и в нужном объеме поставляют воросительную систему воду, без которой не было бы возможно собрать в 2016 году миллион тонн кубанского риса. Работники ПАОС относятся к своему делу с душой, потому что знают основную цель своего труда. Чтобы родина была слиться. Мария Горошкова, Александр Косицын. Программа «События».